всем привет с вами данты дар 14 нечего с вами сами ну и проще с вами алексей александр и кирилл знаете я нет все-таки я начну с самого начала потому что тогда будет картин не очень полная есть у нас разговор в акам в котором ну мы общаемся все и скидываем все что у нас это заинтересовал и так далее да в общем сегодня скинул илья видео где психиатр рассказывал о самых опасных играх мы все посмотрели честно говоря у меня единственная мысль то что во первых какого фига то что ну давайте начнется правильнее пожалуйста какого хуя давай еще культурный в общем в общем давайте начнем с того что какая там была аудитория потом начнем потом продолжим те что там рассказ во первых аудитория вот этот психиатр который нераз полный полный бред бабульки бабульки святой отец который который которые дрыхли родители родители которые тоже дрыхли не там некоторые смотрели реально мне кажется главная аудитория у них было это бабульки дам душа в общем смысл в том что аудитория из тех лиц которые как бы не шарит в играх компьютерах в этом вообще не шарит она они не понимают это то они шарятся к электроники психиатр из того из переломного момента который как бы и шарит но он идиот ночью к чему это как-то странно это воспринимает вот эти игры вот это это очень странно воспринимается то что здоровый человек если он будет рассказывать про все он не возьмет какие-то три рандомных и идиотские игры ну или странно просто три игры от балды да причем он именно вы и выбирал те которые явно показывают что-то но что показывать sims я так и не понял он просто сказал то что от меня реалистично более я просто такой сижу думаю чего давайте еще возьмем тот момент когда все-таки он показал фнаф но учитывая то что он показал не сам фнаф а роли сушь и соус фильм мейкера да с музыкой такой и и как сказать и сцены где он типа это но убийца вот этот детишек убивать это что он как бы он объясняешь и потом этот мужик заводит как там было лег раздевает же погоди то что вот эти роботы одеты в плюшку игрушки или костюм из детей я точно не помню как он сказал еще то что пробрался маньяк оделся в этот костюм и зазвал детей за нею комнату где он раздевался я думаю чем сейчас кажется раздевался их на силу раздевался их убивал и такой думаю а почему это зачем ему раздеваться раскрыть свою как но если раскрыл зачем раскрывать свое прикрытие если вдруг а кто-то из этих детей в живых останется или убежать вот именно смысл ему раскрывать себя окей ладно допустим потом он разделался допустим сразу смысл и кто не услышал почему не услышали этих тогда криков и да 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 даже если музыки играете с кто-то кричит услышно да даже идиот был услышал я не знаю вот например вы когда в ресторанах вот не знаю кушайте вот там же все слышно нормально я пардон скажу так как наход ну смотри в пиццерии я был один раз сидел я около окна с другом а из-за дальнего дальнего стойлика доносился такой разговор недовольный я услышал мне заведение понравилось и мы туда приду больше в принципе не ходили но все равно слышимость идеально это же я слышал что из кухни говорили ну вот именно так что есть убийство было вот происходило они бы услышали да так что он не унес уже на этом моменте полный бред ладно потом пошел то что он души убитых детей в силе всем унимать тройников и начали мстить ну блин это же это игра да я например могу создать игру где я там я не знаю повелитель мира всего блин боженька такая игра есть бога превратился полом биологика не насрать я создатель я имею право и ты медлигры вот так заварить вот именно а потом немножко поадекват не будем совести но я стараюсь адекватно не стену кино я просто от этой фигни вот офигевают знаешь у меня тоже сейчас трехэтажный от любой игре вот ну там допустим даже ты вот помнишь ты же тоже создаешь игру типа там до берет изначально ты ли зарисовываешь персонажа придумаешь историю пытаешься же логику где-то искать вот так типа ну это внутри игровая она из твоего воображения вот нашего идет они же там реального и то я как сказать я не хочу создавать какую-нибудь там уже такого рода я просто хочу сказать вот игру с атмосферой а вот теперь давайте перейдем от этой темы обратно к той на котором мы говорили в общем вот еще он упомянул давно забытую и мы мошку second life или вторая жизнь до сейчас загуглим в который типа играешь можешь открыть контору быть психологом или психотерапевтом и давать советы таким же игрокам и получать это бабло да а то что это чаще всего боты потому что в таких на путь допустим мамошках там в основном бывают люди там в основном боты это все делают и лег правильнее мписи тогда их называть они боты нет это по идее это им именно боты то что у небеси он там запрограммировано изначально то то ли иное действие вне зависимости от происходящего а вот и просто по ситуации а вот и реагируют на ситуацию понятно я просто думал вот это вот это наоборот кире я с хочешь я тебе могу позже объяснить разницу между ботами и мписи нет спасибо я в этот горизонт тогда лучше посмотрю там объяснять это как раз но ну и в общем после чего он дотронулся до темы симса то есть тут более похоже на людей окей давайте возьмем assassin's creed там тоже люди по мулятор реальный типа жизни похоже головдюти тоже похоже потом какая-то такая вот даже самое теперь давайте перейдем к самой более менее позитивные вот еще можно более такой позитивный игре сибири допустим там тоже как бы похоже на времени потом восхождение на трон там тоже есть люди спел force тоже есть люди хитман тоже есть люди везде есть люди везде в любой игре есть люди именно и в каждой игре это работает по-разному где-то это более добрый атмосфера где-то более злобную атмосфера где-то нам то и то сразу там добро и зло можно но когда он он начал трындеть то что маму он убил или бабку маму ну в общем то что пацан играл world of a craft и убил мать за то что-то ему мешало играть по моему да нет он потому что она не давала ему денег что вы а купить игру что-ли нет подписку от этого мнения не по моему из игры просто из-за игры просто что он играл очень много и все но и в общем пардон а какое его окружение было может его окружение были психи и так далее и неурновешенные люди да скажем а то что мама выходим не активов а заводина он кстати говоря такой же вывод можно сделать то что ничего не происходит просто просто так допустим вот я не буду 30 я играю и немного и немало но но пардон у меня желание не было ни разу за всю свою жизнь хвататься за нож хвататься за нож или за что-то еще не хватает при этом за нож или еще какой-то предмет острый убивать людей вот так вот вот именно то что ум я нож держу каждый день это если допустим готовить там я нож держу каждый день я я около у меня в руках около часа то только по то причине что я готовлю еду я что-то чищу режу и так далее но желание им кого-то убить ни разу не было это насколько быть от надо отшибленным чтобы взять нож и кого-нибудь убить даже если ты просто заядлый геймер это же когда был мелкий когда играл и в деньги и в сегу и в ком сам у него уже не даже ну хоть считается то что у детей самая такая восприимчивая психика да ладно у вас такое желание было честно ну как видите люди молчат начинка скажем не тепло не холодно значит какой вывод то что а они в здравом уме за уме им этот вопрос очень дикий и сразу видно что такие сразу молчание потому что ответить тяжело потому что ну как это возможно ладно а вот теперь насчет того какой он какую он ересь насчет гаджетов news давайте сначала вы потом я выскажу ну то что и как бы это зависит компьютерная там зависимость или это это что это это вредно для нас и того да но это что как бы у каждого семье свой гаджет и свое пространство но опять же люди разные интересы разными какого я люблю killing for кто-то не любит killing for это дело вкуса все да тем более допустим отец допустим у отца смотрю одинакую интерес они любят смотреть какие фильмы такие походской для взрослых но тут нет нет а фильмы из разряда там 18 нет ну там допустим какие сериалы допустим еще что а те допустим вот не нравится это ну те есть планшет телефон комп ты можешь включить это же те нравится смотреть ты мне мешаешь они тебе мешают все нормально у вас взаимное это так скажем взаимопонимание да 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 у меня например как с родителями у нас условно наговоренность то что я не мешаю своими действиями и они мне мешают но ничего противозаконно то есть допустим вот я сижу допустим играю общаюсь да они не не будут типа блин и так далее ругаться это ворчать что-то не будут сразу на если одними если они не мешают там четверг говорят да я тоже как не буду ничего подъявлять то что ну мне не мешают и я не мешаю все а то что он начал нести то что блин это покажите то что вот 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 то что мы вы можете прожить без техники вот этого гаджета своего целый день или окей давайте тогда перейдем к моменту пещерных людей может каменный век тогда лучше типа дубинки или не типа того что техники не было ничего не было были только дубинки пещеры и шкуры кота шкуры которые вы одевали для того чтобы не замерзнуть и дубинки для добывания пищи понимаешь я забываю то что я знаешь я в смысле много я могу что-то забывать и произносить повтор ну ладно в общем смысл чем заболел у тебя родственник а вот ты ничего не можешь сделать то что он заболел значит так одно и должно быть он должен умереть так так кто-то захотел там бог допустим захотел вот все допустим вот тогда в наше время чек заболел позвонили вызвали вы вызвали и человек помогли и в чем вред и в чем фред гаджета сейчас был в том что он помешал человеку умереть ну или вот допустим человек вот как раз таки больной лежит от больницы да он же хочется к нему приехать но нельзя вы можете позвонить и мы поболтать тем более еще человек может болеть он он отвлекается тем что он смотрит что-то там по плашету по телефону и так далее вот как бы отвлекается от того что он где он находится чем он болеет и процесс этот как бы проходит более лучше в лечении да а тот бред который нес вот это вот однобитное существо с ощущением того что ему самому нужен психиатр и психбольница какой психбольницы ему нужно больше чем все от района я не хочу никак оскорбить может то что он ну старше меня но на уровне развития он ниже тоже блин легко не ушел так скажем то что что он нес это выполняющий бред я понял потому что ну допустим ты хочешь ребенка отключить от того чтобы он целыми днями там не сидел до предоставь ему альтернативу то есть не чем-нибудь вот именно скажи ему хочешь зоопарк но при условии то что нет как привыкли что вот неделю короче без этого тогда опрос вышь но при условии того что ты будешь этим пользоваться гораздо меньше чем пользуешься сейчас да или же на время того того момента пока мы там и это по ним понемножку увеличивать они так резко это как все равно все равно в по телевизору я показывать то что вот это для детей вредно все дети это ели все нормально это вредно все родители поголовно писали это давать они такие а почему почему нам перестали это давать если нам это валили все было нормально да а потому что какой-то идиот сказал что это вредно который решил продемонстрировать то что он царь и бог что-то наподобие да сказал что это вредно все поголовно в это поверили никто не подумал своими башками и короче как тупое стадо пошли это слушать это выслушали в итоге может быть сами дураках остались но мне все равно убивают эти эксперты которые блин бабки родители папы и будет добрая половина из них либо же дрыхла либо его просто не слушали то что я смотрел по и половина людей смотрели на него как на идиота как вы считаете вот стоит вот такому человеку верить нет я бы не верил такому а вот допустим вы хотели бы вот будет вот тоже один фиг будут хотели бы ребенка отдать вот такому человеку но не то что на воспитание а на обучение да хрен там плавал ненам вот именно точно не вызывает он доверие ой да он в костюмчике солидный уровень про этот диплом или доказательства что он ему можно это верить но если своей думаю думалкой подумать и до этого дайте самому должно понять что он нас причем полнейший вот именно потому что какую здравом уме бы это вот допустим представьте себе среднего вот задрота вот или играли компьютерщика да вот вот этого играющего он же нормальный человек ничего не делает он никого не обидит да вот сейчас бы из ты сказал бы про гика или геймеры ебте я обиделся честно скажу как он сказал еще раз если он сказал бы то что гик или геймер я на него обиделся нормальные люди вот добрые никого не обидят зазрял у меня препод мне препод он в готике играет он perfect world играет ему мошки да он такой ему лет примерно под 40 может 45 до мы с ним на той волне и тоже мы с ним на одной волне у меня обучение проходит гораздо быстрее чем у кого-либо с кем у себя он большую часть к молодежи надо с молодежи на на волне причем причем все все от кто у него учится да они с ним на волне все они его понимают им это нравится и они это понимают и все идеально а когда вот вот так как этот психиатр и кто-то фикс лысой горы в костюмчике это фикс лысой горы в костюмчике я его не могу все это назвать или как это шут горохный это балабу идиот это балабу я могу выразиться кое-как по-другому но я воздержусь это придурок я бы покруче сказал я тоже ладно я себя сдерживал максимально я не хотел ничего говорить такого жесткого да но я все так скажу таких аморальных уродов с коэффициентом а кью аргуй огурчика и с видом как помидорчика и с мозгом как у моего кота я тут курсы даже курсе умнее затронулись просто спасибо он не имеет права называться психиатром если он несет такую ахинею в которую поверит только тот кто тупее его а тупее его я не знаю кто может быть ну по идее еще один идет такой же с такой же логикой у тебя такая же логика я такая же логика вы ему верите нет ну вот и все ни одного есть единомышленники для него вот такие же люди могут попасть смотреть смотрим чтобы иметь единомышленников надо засрать этим же единомышленникам мозги на такой же степени как они засраны у тебя ну короче заразить их своим идиотизмом так что как там а вот я за сих пор что это что-то человек психиатр огурчик ананас в костюмчике гондурас не у нас полный брюк поддерживаю потому что мне мне мозгоправ не нужен по той причине то что да я иногда себя считаю сумасшедшим но ни один сумасшедший себя не считает сумасшедшим ни один дурак не считается дураком ни один ум не считает себя умным по этой логике можно подумать то что нормальные люди себя нормальными никогда считать не будут они будут кого угодно считать нормальными но они себя ну опять же по этой живой ему на улыбе вот этот оху 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 и на перемотка от одного места к другому в стиле кириллу но в общем надеюсь мы смогли нанести то что мы хотели свое недовольство данным человеком этим этим мероприятием так скажем у которого главная аудитория была бабульки нет погоди сейчас скажу короче аудитории его была такая две домохозяйки которым насрать три пенсионерки которые смотрели на него как на говно и один поп который дрых все знаешь как это я слышу голоса я сумасшедший нет дебил ты не сумасшедший это я из радиорубки тебе кричу приду ты не понял это прикол ну ладно значит значит я слишком старый тебе сколько лет мальчик ему 5 ну вот и все опасно опасную ладно на этом мы закончим то что мы уже несем да мы сказали свою недовольство а верить там не верить вам это ваше решение ночь на этом все всем спасибо всем пока